Я, короче, я накосячил уже. Ох, ништяк! Вот я на себе эти все ошибки прохожу. Ну, он дорогой, он прям очень дорогой. У меня сегодня вот такой вот ковшик херакати, поэтому сейчас мы... Народ, видите, вот здесь вот печка еще не стоит, дымохода сверху нету, значит, наступило время делать потолочно-проходной узел и устанавливать саму печку. Так что сегодня подробненько про потолочно-проходной узел, ну и, может, еще успеем печку смонтировать. Мне оператор сказал, что вот отсюда надо кадр видео начать, что здесь красиво, там темного, и давай вот здесь начнем снимать. Пойдемте вовнутрь и начнем уже работать. Так, плиты силиката кальция на улице лежат, минерит на улице лежит, коалиновую вату, 10 тюков я сюда с собой взял, если останется в цех, увезу. И у нас тут пока работает газовая пушка, так что она может немножечко шуметь. А мы пошли планировать сегодняшнюю работу. Сейчас с Русланом проговорим, что нам нужно, как еще сделать. Мне кажется, вот. Нет, нержавейка, нержавейка. Мне кажется, вот. Думаешь, тут у них нет? Да нет, тут нету. Блин, поди, еще нету, да? Да как нету-то? А где он? Нету листа-то? Да ну. Дымоход у нас будет Vermilogic, и я не проверил комплектацию, когда повез сюда. Вот она, наверное, гильза. Ну да, тяжелая. Вскрывай. Да, вот она гильза. Ага, гильза есть. Так, а тут что? Тут еще одна гильза. Да, нафига две гильзы. Или я что-то не то из цеха взял. Там что? Подожди, это какой диаметр дымохода? 130, наверное. 130, в чем-то, наверное, нет. 130, 150 должен быть. Ну, 150, да. А, ну даже вот написано. Ага. Ну ладно, дальше труба 150, и здесь все равно у нас 130, и там чугун тоже 130. Так, у нас получается, что, нету этого листа нержавейки на потолок. Всем привет, меня зовут Яков Богомолов, мы находимся в городе Москва, поселение Новофедоровское. Я являюсь счастливым владателем данного продукта. Это Ефремовская баня, настоящая живая русская баня. Я впервые познакомился с данным продуктом буквально год назад, смотря ютуб-каналы. Ютуб-канал Владимира Ефремова. Живая русская баня. Мне эта баня очень понравилась. Понравились его видеоролики, его отзывы об этой бане. Начал изучать, и в этом году, в августе месяце, мне посчастливилось попариться в этой бане, в городе Суздаль, на бане Фесте 23-го года. Увиделся с Владимиром Ефремовым, пообщались мы с ним по поводу этой бани. Загорелся я покупкой ее, и в сентябре 23-го года удачно приобрел данную баню. Ребят, это несравнимо с общественными банями, с любыми другими банями. Я сам лично имею большой опыт парения в различных видах бань, но здесь, в данном случае, пар совсем другой. Это совсем другая философия. Совсем по-другому себя чувствуешь, особенно в процессе парения, после парения. В общем, супер. Всем советую в приобретении, покупайте, не ошибетесь. Так, мы начинаем монтаж потолочно-проходного узла. Но сначала нам нужно отверстие прорезать, потому что мы его вообще здесь не прорезали, так как я не знал, где будет по итогу дымоход у нас идти. У нас печка вот здесь вот будет стоять, а дымоход, видите, правее, потому что здесь будет еще стоять коренной дымоход. Вот чугунная труба, которая будет стоять на полу, и дальше от нее уже будет начинаться вермилоджик туда уходить. Очень много жара будет чугунная труба снимать, так как она вот такая вот. О, видите, у нее какой большой теплосъем. И сейчас разметим и будем прорезать. Здесь керамогранит уже сделали. Видите, вот это вот место у меня прям такое кусочками сделано. Уже остатки вообще керамогранита сюда вырезали. И я специально сделал вот здесь вот еще приход вентиляции под печку. С улицы он будет чугунной дверкой закрываться. Я не хотел его делать. Но меня Стас, наш инженер, попросил, говорит, сделай. Я вообще печь хотел на пол поставить, не поднимать вот этот постамент. Сделай для того, чтобы можно было сравнить. Потому что вообще у меня здесь вентиляция планируется, что она будет приходить с улицы в коренной дымоход сразу же. Нагреваться и выходить под потолком. Но я дальше это покажу. Но мы специально сравним вот этот вот приход вентиляции и вот эту вентиляцию через коренной дымоход, чтобы нам понять, что эффективнее работает. Ну, прям вот для наглядности запустим цветной дым сюда. Но у нас не хватает пока одного элемента. Это на потолочку листа нержавейки. Забыли его в цехе. Сейчас я позвонил. Яндекс.Доставка и сюда сделаем. Давай я. Здесь интересно, немного столько висеть будет. А она там прикручена, а здесь она еще даже не прикручена. Оно мы сейчас когда вырежем, и видно будет. Я не знаю, я такой не пилил никогда. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы так активно начали вот в этом месте делать отверстия Потому что мы как бы на черновую уже на сухую печку собирали У нас здесь стоял крестик, ну центр самого дымохода Поэтому мы знали уже где у нас будет дымоход Поэтому мы так в принципе активно и начали Я когда печку сюда привез, мы ее без герметика собрали Дымоход выставили и отметку сделали Не понял, а как она друг друга держит? А, так они скручены между собой, наверное Как уголок Конечно, пацаны их скорее всего скрутили между собой как уголок А потом уже сюда в угол монтировали Субтитры сделал DimaTorzok Все хорошо такое, в глаза летит трындец, даже в очках В очках просто очки потеть начинают Здесь у нас камофол Мы получается сейчас все доски выпилили, где у нас будет сам потолочно-проходной Это у нас камофол Я специально не хотел прорезать насквозь, чтобы нам камофол Можно было завести туда в потолочно-проходной узел Вот мы его сейчас по центру вырежем Утеплитель будем убирать И будем туда его уже заводить Нам еще нужно будет лаз на чердак сделать Мы лаз на чердак не сделали сразу Или все равно придется Ну с угла на угол, наверное Утеплитель будем убирать Е-мое, что это оттуда высыпалось Что такое, а что высыпалось Глухари О, еще Там похоже прям нормально нам оставили, да? Да прикинь, а нафига вот это? Я не знаю, это крышу, когда она и настягивали и оставили Прикинь Вообще офигенно Не, реально прям вот вообще как надо Ну Там наверняка собрезут, есть? Пробуй Ни хрена сейчас Да все, все, я просто, чтобы не выломить Ребят, вот смотрите Этот камофол, в общем, загнули туда, к утеплителю Еще не весь его проклеили скотчем Мы его сейчас проклеим скотчем Но мы уже сделали Из силиката кальция вот такой вот короб И этот короб у нас встанет Вот сюда вот Главное, чтобы он сейчас влез, но он, похоже, не влезет Да не, он влезет, только его надо вот так вот, Руслан, туда будет Заводить Давай, сейчас там Боком Это уже для пожарки Я его вообще правильно держу или нет? Да как-то-кто? Потому что он вот туда дальше должен уйти А, так она вот здесь вот с тропилкой упирается А, так нам бы вот туда, видишь, если мы туда заправили, она бы зашла у нас Да, надо сначала ее вот вверх завести Блин, мне кажется, так не получится А, ты вот туда хочешь ее проснуть, что ли? Ну Добавил субтитры сделал DimaTorzok что ребят смотрите мы проем приготовили закрепили силикат кальция и изнутри и вот здесь вот снаружи все проклеили скотчем чтобы у нас пар вот не уходил вот здесь же за фольгой за камафолом получается утеплитель чтобы у нас в утеплитель пару туда не уходил если какая-то часть пары будет проходить то она будет проходить ну вот здесь вот через по пушку там все равно какая-то часть пара в любом случае пытается пройти но у нас чердачное помещение дальше проветриваемая поэтому не страшно она будет выветриваться я здесь еще фронтоне окошко сделаю а вообще у нас в наших банях вот которые мы в цехе делаем ефремовская у нас вот этот вот короб моего из мини рита делаем этот короб он доходит прям до кровли и фольга даже на кровлю туда выходит вот под мастер флэш чтобы у нас вообще там просто чердачное помещение маленькое чтобы вообще в чердачное помещение не могло это уходить сейчас нам надо получается ставить печь еще раз смотреть куда у нас будет выходить дымоход и потом пропиливать саму кровлю но сначала надо печь чугун собрать и дымоход тоже чугун собрать сейчас нам надо удлинитель порталом с мордой разобрать потому что мы ее на сухую собирали прожигали здесь герметика нету ну вот на этих соединениях сейчас разберем герметиком пройдемся и будем собирать обратно тем более нам надо удлинить у нас мало этого нам через стенку надо два удлинителя портала поставить все-таки руслан уговорил меня не портал сначала собирать а боковые стенки собрать а портал уже по одному элементу герметики собирать а то говорит сильно тяжелый будет и мы его поднять не сможем но я согласился герметика я кстати заехал сегодня три баллона взял это чтобы собрать печку чтобы собрать чугунный дымоход я думаю что нам три баллона точно надо будет посмотрим сколько останется морду сначала на любом чтобы в нее упираться то она у нее то есть куда упираться есть держу кто еще не понял мы собираем гром 30 здесь в этой бане будет стоять гром 30 чтобы его можно было легко снять вот так вот сдвинул и вытащил для того чтобы но и тяжелый тоже это для прочистки дымохода вот эту часть можно считая не снимать вот эту часть изнутри снял и вот у тебя доступ к дымоходу уже есть чтобы напрямую сажа проваливалась это жестко конечно подожди вот можно же так давай тогда так а то я заднюю ушки держу давай с той стороны берись руку одну туда слой а второй в дымоход ну и сейчас на одно место его ныркнуть что сел что не как нет как не села села ну вот здесь нету щене сколько а у меня нет ложками собирать можно да ты чё всем привет народ это уже следующий день руслан приехать не смог у него сломалась машина поэтому я сегодня продолжая продолжать один сейчас мне надо собрать чугунный дымоход вот этот вот коренной дымоход от него дальше уже вверх пойти верми лоджиком сейчас постепенно буду все делать если честно не помню как собираются вот эти вот элементы мы их на сухую собирали но я что-то уже забыл через герметика мне надо сначала на сухую попробовать их собрать посмотреть чтобы знать точно как это делается сначала идет площадка вот она площадка которая на постамент у нас ставится получается печка с подставкой должны быть на одном уровне так дальше все элементы соединяются вот на такие вот кольца это так здесь у нас будет колено колено есть вот такой элемент с ушами это наверное суда это суда вот так вот судя по всему это все должно стянуться шпилькой я вот думаю отсюда этот элемент или нет потому что есть еще шиберный блок нет наверное все таки этот элемент отсюда где-то здесь наверно должен стоять шиберный блок дальше до него будет тяжело уже дотягиваться вот так вот это вот тут наступает легкая опасность у нас слишком высоко уходит чугунная труба не мне сейчас может не хватить места для старт сэндвича пойду я за старт сэндвичем схожу и прикину мне нельзя чтобы у меня сэндвич уходил в потолось на проходной узел вообще не понимаю как он тогда туда ставится 130 150 в общем у нас ситуация следующая вот это вот родная труба от грома 30 это 130 труба и дымоход верми лоджик я заказал 150 но изначальный старт сэндвича идет с переходом со 130 на 150 и соответственно у него вот это вот нижняя часть как которая мона она 130 и она не подходит к коренному дымоходу который 150 но изначально я не думал что я буду ставить коренной дымоход я взял себе вот эту вот трубу которая чугунный стартовый блок идет вот этот метровый полметровая труба чугун этот шибер еще полметровая труба она подходит и она подходит как переходник для коренного дымохода вот я решил сейчас сделать грубо говоря мама мама отрезать от чугунной трубы потому что ждать новые старт сэндвич дает для верми лоджика достаточно долго я не могу его столько ждать я его сейчас отрежу одна часть у него уйдет в коренной дымоход другая часть у него встанет на нее будет одеваться уже старт сэндвич поэтому делаем выбора нету вот вот такой вот элемент у нас получился мама мама да не папа папа вот у него одна сторона получилась конусная но вот так вот она должна стоять вверх и на нее должен надеваться дымоход как бы расклиниваться потому что она сама по себе конусная а вторая сторона прямая это уже идет труба я сейчас сначала попробовал прямой стороной вот сюда вот в этот дымоход завести у меня он не заходит а вот конусный он сюда заходит вот в одном положении как-то вообще отлично встал но я в любом случае это буду на герметик сажать и сейчас наверное еще болгарочкой подправлю и сверху уже вот на эту ровную часть у нас замечательно встает старт сэндвич но старт сэндвич у нас сейчас длинный плите какой вот этот вот старт сэндвич вообще у верми лоджика можно любой заказать хоть там 500 600 по моему даже вот по длине вот этот старт есть я не знал просто какой нам сюда нужен я его заказал вот такой вот длины я его сейчас отрежу прям по максимуму прям вообще по максимуму вот так вот отрежу и он у нас будет осаживаться вот на эту вот часть и старт сэндвич у нас не будет уходить в потолочно-проходной узел но по крайней мере я так надеюсь если он у нас все-таки будет уходить то мне придется еще вот так вот срезать вот это вот одно кольцо у чугунной трубы вот я сейчас нашел положение в котором он прям плотно классно встал я смотрю там даже зазоров нету я сейчас фломастером метки сделаю чтобы запомнить вот это положение он у нас одевается сверху а там я померил у нас 14 сантиметров сразу края все обработал потому что изначально когда срезаешь получается вот такие вот заусенцы они торчат вовнутрь трубы и на них есть возможность где-то скапливаться сажи вот чтобы вот и их убрать да и вообще просто приятней саму трубу в руках держать вот чем вот за за эти колючки просто руки себе все изрежете сразу же их аккуратненько сняли и все уже ни об чем не уколоться ну вот я вот так вот это сейчас поставил но смотрите все равно смотрю вот это вот допустим ппушка и у меня соединение стык сэндвича все равно уходит ппушку сейчас посмотрю смогу я срезать или не смогу одно кольцо вот это мне нужно получается опустить но достаточно много мне надо опустить где у меня рулетка мне надо опустить высоту где-то на 6-7 сантиметров чтобы у меня совсем в ппу сэндвич туба не уходила а а 6-7 сантиметров это а ну как раз мне вот этот вот вот это вот первое кольцо надо срезать сейчас будем смотреть пробовать ну все вроде совсем разобрались все примерили начинаем собирать дымоход шпильку мне сейчас восьмую должны привести для того чтобы вот эту вот часть поворота дымохода стягивать у меня шпильки мне 10 шпилька есть она не лезет вот в это отверстие а снимая боковую заглушку на коробе стандартно же дымоход выходит вот вот в этом отверстие а у нас выход дымохода сбоку от того что у нас выходит сбоку могу здесь вот есть заглушка вот такая вот она съемная вот мы ее отсюда сняли вот сюда она не подходит нифига как так в общем я мягко переключился с установки дымохода на проход топочного канала и вовремя это сделал потому что думаю так я же печку по глубине не выставил начал печку по глубине выставлять вот это место открыл оттуда дует жестко на улице так холодно у нас поэтому с той стороны лист мини рита прикрепил здесь лист мини рита вырезал как у меня будет топочный канал проходить поэтому сейчас занялся проходкой топочного канала я короче я накосячил уже накосячил следующим во первых я заказал неправильно а во вторых я не разобравшись начал резать ну мудак я есть такая херня я подумал что вот это вот труба она у меня осталась от вот этого вот шиберного блока метрового а дымоход я заказывал у вермилоджика понимая что у меня вот здесь вот будет выходить сто тридцатая труба дымоход я заказывал сто пятидесятый и старт сэндвич у меня был со сто тридцать на сто пятьдесят переходом соответственно старт сэндвич вот он лежит я его тоже подрезал старт сэндвич у меня сто тридцатый коренной дымоход идет сто пятидесятый и мне надо было на нем на него поставить а сто тридцатый сюда как бы не ставился я от этой чугунной трубы отрезал можно сказать папа папа где-то здесь он он лежит я от вот этой сто тридцатой трубы отрезал папа папа которая вот так вот вставляется и в нее и в нее вставляется на нее одевается старт вермилоджика все нормально этот элемент сделал но потом выяснилось что вот этот вот элемент он вообще не отсюда и он не нужен как оказалось я не знаю зачем мне его технолит положил но мы-то с тобой думали что он вставляется сюда но сюда он не вставляется так как здесь идет чугунный короб и вот это вот штука в чугунный короб не помещается а вот здесь вот все равно не помещается здесь должна быть давай вот тот вот кусок здесь должна быть вот эта вот штука на ну здесь же выходит изначально сто тридцатый дымоход потом вот этот вот переходник идет сто пятидесятый но здесь написано сто тридцать на так как он идет совокупности вот с этой вот штукой вот это тоже сто тридцатая она ставится вот сюда вот придержи ее вот она ставится сюда а дальше вот мы ее сюда как бы поставили дай мне вон ту он папа папа которую я сделал да сам вот эту штуку продолжая держать вот у нее вот это вот продолжение она как бы должна ставится вот сюда вот заходить вот так вот видишь вот сюда заходить но тогда эта длина получается слишком большая и мне такая длина не нужна слишком далеко у меня это от печи уходит тогда мне технолит сказал вот эту вот штуку можно по длине подрезать настолько насколько вам нужно но сначала отцентруйте посмотрите как у вас облицовка встает насколько этом место вообще можно отодвинуть и тогда вот эта вот штука должна стыковаться следующим образом давай ее сюда она должна стыковаться следующим образом вот эта труба вот она идет она должна зайти вот сюда вот вот в это вот кольцо дальше нам нужно взять шнур уплотнительный вот здесь вот проложить шнур уплотнительный с герметиком это устанавливается сюда и еще один элемент они мне пришлют там ну грубо говоря вот такая же вот штука только разделенная на две части и здесь болтами стягивающаяся она есть стандартная такая она одевается вот сюда вот на эту трубу и стягивается вот здесь вот шпильками чтобы нам эту всю конструкцию стянуть чтобы она плотная была так вот вот это вот стяжка которая вот сюда делается она сейчас в пути она идет мы сейчас без нее пока от центруем печку вот эту подсоединим как она должна у нас вот сюда подсоединиться дальше у нас идет дымоход а что я еще неправильно заказал это относительно в я же ни разу не собирал такую такой дымоход относительно высоты вот этой вот нам нужно было заказывать не две конвекционные трубы вот эти вот я их две заказал а одну конвекционную трубу одну обычную трубу потому что конвекционная труба вообще по идее не режется вот я ее уже начал резать из-за того что мне высоты не хватает но мне сам технолит сказал что мы против того чтобы резать конвекционную трубу вот вот вместо этого элемента должна быть обычная труба они мне ее тоже отправят сейчас но мы я хочу вот эту трубу все-таки хоть это и нельзя делать ребята это нельзя делать для сюда нужно заказывать нормальную трубу вот я нас на себе эти все ошибки прохожу вам уже наши инженеры будут считать так как надо вы вот этих ошибок уже не совершите как на которые я сейчас грабли наступаю мы ее сделаем на нужную нам высоту и я забыл вот про этот элемент вот на эту штуку одевается вот это вот дальше у нас будет вот это вот вот это вот где-то в каком-то положении она садится и дальше уже дымоход вермилоджик облицовку тоже надо будет резать да потому что облицовка под определенную высоту сделано а мы здесь подгоняем под нашу высоту парного помещения и нам по-любому облицовку надо будет резать с тем элементом не не во первых мы стянуть не можем здесь еще есть какая сложность я тебе сейчас поясню вот этот элемент который мы сюда вот так вот одеваем я видел а нам его нужно стянуть нам надо его стянуть болтами если мы вставим вот эту вот штуку сюда как ты предлагаешь и мы ее стягиваем у нас каменка не одевается а нам этот элемент все равно стянуть нужно не надо а нет мы все равно не сможем стянуть руслан знаешь почему мы не сможем стянуть потому что смотри где вот этот элемент вот он этот элемент если мы его вот сюда вот оденем и вот это вот мы только стянем то вот это место не будет стянуто а ты хочешь короб еще просверлить чтобы там у нас проходила шпилька насквозь вот ягу ты хочешь вот там он просверлить отверстие я даже шпильки уже купил вот она ухода было бы чуть-чуть смещено как раз под шпильку но вот она не там а вообще-то чего выход пара нет это для пушек сбоку что ну да вот вариант если как подсверлиться а не факт не факт что она будет работать потому что нам сначала давай давай облицовку прикинем нам вообще надо я думаю поставить час морду а печку я вы выставил если вы ее сейчас не двигали она стоит прям миллиметр в миллиметр где она должна стоять я ее выставил я если честно сам удивился как я ее так выставил я я короче вот тот лист поставил вымерил какое расстояние должно быть от печи до этого листа у меня там получилось грубо говоря 20 295 миллиметров я беру с этой стороны такой херак сдвигаю замеряю 295 миллиметров даже не 296 ну тогда надо тот первый лист сейчас прорезать ну можно можно поставить нам все но это делать просто когда мы уже подготовку так спокойней что ли ну давай 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 сделаем давай морду установим вот я первый лист прорезал на второй лист мне времени не хватило уже но я по центра сыграл но пациенту выставлял ее по центру так-то пойди так у нас она по центру вот там и стояла изначально ну давай давай посмотрим лист мы этот все равно можем сдвинуть право влево у него есть запас грубо говоря там сантиметр два мы конечно вот этот вот можем по порталу то сдвинуть вот сюда вот потом утеплить это калиновой ватой пододвинуть обратно и закрепить этот лист мини рита но я его здесь не делал прям миллиметр в миллиметр в притычку потому что чугун все равно расширяются и он мини рита из-за этого может лопнуть я здесь сделал запас там миллиметров 67 вот в этих вот местах нам нужно понять прежде чем их соединять нам нужно понять а нам а вот этой вот вот этого расстояния вот под этот элемент хватит чтобы поставить и облицовку и облицо облицовку печи и облицовку трубы облицовка на 4 сантиметра зазор между чугуном и облицовка 4 сантиметра плюс само облицовка сколько 400 на 8 вот давайте хотя бы первые ряды соберем и посмотрим слушая здесь не подписано ну может быть это очевидно только я не знаю куда это ставится я тупой похоже но вот не чтобы взять сразу же схему сборки мне сани ее скидывал они придумывать самостоятельно велосипед вот получается она вот так вот и у следующего ряда здесь еще есть вырез ну вот он идет видишь а вот как раз для ревизии сюда дверца будет ставить вот вот эта дверца похоже сюда и ставится а у нее лапки есть но также как у здесь вот эта дверца также и здесь у нее лапки за облицовку она крепится ну да со схемой может каждая вы без схемы попробуйте на мне надо на каком-то уровне желательно вот на этом самом нижнем сделать отверстие ну давай соберемся а у тебя есть коронка кстати отверстие сделать отлично так ко мне такое ощущение что вот это вот надо будет туда двигать но она не отцентрована сама труба что на может быть сама труба она здесь вниз сама труба мы более-менее выставили а вы почему выставили по этому или по длине вот этой трубы как будто бы тут сантиметр где-то запаса на и даже побольше но сантиметр пускай запаса примерно есть но у нас вот это вот по моему теперь интересно попробовать элемент собрать какой так нет не слушай она сюда влезает вроде ну прям в притычку базе давай а вот так вот вот этот вот сюда вот так вот сделаю ты его подставь а я обратно пододвинул лучше сверху или вообще лучше вот отсюда изнутри вот поэтому она сюда не как бы не подходит вот если ее подточить вот этот край подточить она станет если она у нас станет она станет то мы без проблем можем установить элемент и естественно толст можно сметировать то есть тогда мы мы эту имитацию это в принципе же уже разделали только на это вот эта часть и выше чем вот это какая труба под уклоном не под 90 градусов вот эти стороны да ну а у нас везде она встала а ну да слушай наверх поднимается получается опять как будто что-то здесь не так но ну 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 и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Казахстан когда на банный фестиваль ездили Казахстан фест Знакомый Никита Подарил мне камни для бани Стоит как подбитый самолет Вот такой вот Кварц Прозрачный абсолютно как стекло Я сначала такой Да ну нахрен Вот видите вот этот мутный Это он В налете от воды Я побоялся сразу же закладывать все Поэтому положил Один маленький сначала И вот он отработал Три дня фестиваля в Казахстане Прям в самом жарком месте Я его прижал к чугуну Думал ну если лопнет лопнет И вот на него поддавали воду Вот он помутнел маленько Температуру держит больше тысячи градусов Вот я его сейчас сюда в печку и заложу Будет прям такая Ну он дорогой Он прям очень дорогой Там честно даже цену не знаю Но там прям вообще дорого Человек который мне подарил Никита У него Магазин В Казахстане печной И он является представителем Технолита Ну печей Гефест в Казахстане Я его Если кто с Казахстана смотрит Казахстану привет Я контакты Никиты Под видео оставлю Встретитесь Пообщаетесь Может быть какие-то точки Соприкосновения найдете Или кто-нибудь приедет Покупать у него материалы В общем закладываем Этот камень В самые жаркие прям сюда Места И остальное Сделаем нефриком Я его в печку по черному много покупал Поэтому сейчас Сюда Доложим Такой Прям самая Классная фракция такая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Шибер забыл открыть, пошел шибер открывать Ну что, ребят, вот печку установили и затопили Но перед этим я сейчас туда камни закладывал Пойдемте покажу, что у нас там получилось Погнали! Вот такая, ребят, красота получилась Гром 30-й в пероксините С коренным дымоходом Один ярус камня мы еще не ставили Потому что нам здесь по высоте до потолка Он вообще никак не вписывался Так как еще подиум сделали Приход воздуха и снизу под печку есть И отдельно в коренной дымоход есть Будем сравнивать, смотреть, какой будет работать лучше Это первое Вот эта вот стена еще не сделана Она будет сделана вот таким вот камнем Вот так вот будет стена сделана Обалденно смотрится Этот камень, я не помню, как он называется Сейчас мы ее затопили Нефрит И вот тот красивый белый прозрачный камень заложили Сейчас посмотрим, за сколько у нас печка растопится Время у нас 11 часов 30 минут Ну это 11.33 Ну мы вот сейчас сколько-то минут назад ее растопили Сейчас посмотрим, как у нас здесь будет получаться Так, народ Печка топится В 11.30, по-моему, мы затопили 12.54 Ну, на 1 час 25 минут печка топится У меня сегодня вот такой вот ковшик Херакотель Поэтому сейчас мы Ох, там как красиво Там чугун красный А через красный чугун Просвечивают вот эти вот Камни, которые прозрачные Вот, смотрите, видите там чугун красный А вот это, это Камень прозрачный И через него видно Красный чугун Вообще прикольно видно Залез сейчас в чердачное помещение Потому что без меня здесь Устанавливался дымоход Вермилоджик Мне нужно было обязательно проверить Чтобы спать спокойно Чтобы точно все сделано хорошо Сейчас я вам покажу Как здесь в чердачном помещении Установили дымоход Ну и температуру его Немного покажу Места тут, конечно, очень мало Вот места, где Деревянные поверхности есть Защитили сразу же Коалиновой ватой Здесь вот этот вот короб Из силиката кальция Дальше внутри стоит Гильза из вермикулита Вот это вот Сама сэндвич труба Вермилоджик Сверху Вот здесь вот видите Весь выход тоже сделан Где мастер флеш Тоже все сделано Коалиновой ватой И вот здесь вот сам Дымоход Вот я вот здесь вот до него Ну кратковременно могу Дотрагиваться рукой Он где-то градусов Наверное 70 Наружная стенка дымохода Но мы все равно Все поверхности вокруг него Обязательно защитили Оп У нас сейчас паром Выдавит запах Который от обгорания Еще тут был Ох ништяк Порточки открыты Чтоб у нас это продувало Все Ну нам жара здесь Как бы не нужна Но все уже испарилось Еще чуть-чуть Хотя чугун все еще красный Ой-ё Нормально бахает? Полтора часа Полтора часа топили Но это еще не сильно Ну вот она сейчас просила Не Не Сейчас я это долить могу Все Вот сколько я сейчас Я наверное каждый раз Литра По два с половиной Вот сейчас вот выливал И она сколько Секунд по 30 40 И вот все полностью испарило Ну давай дольем Секунд по 30 мы сейчас вот опять наверное но секунд 40 может минута все она до конца опять все испарит и она еще не нагрета была полностью она нагрета было не знаю плацентов на 60 на она чугунта хорошо раскалился камень камень еще не набрал всей температуры ну все ребят первая топка печи прошла успешно сейчас надо здесь все доделывать полки уже готовы полки мы привезем просто установим пацаны сейчас доборы вокруг окон вокруг дверей ставят но я думаю что через недельку мы уже попаримся может раньше уж там еще кварц винил в комнате отдыха соит ложит все на сегодня все уральская петюля и всем пока пока